Всем привет! Во-первых, спасибо большое, что пришли. Во-вторых, как вы знаете, мы огласили целую серию из четырех вебинаров. Это следующий вебинар. А вокруг продукта, собственно, онлайн-образовательного, тут у нас аж целых три, по сути, вебинара. Потому что первый, собственно, это который сейчас. И он, наверное, самый простой, но в то же время всеохватывающий важную тему, которая касается главного вопроса, который мы просим задавать себе любых наших заказчиков и тех, кто с нами работает. Опыта у нас довольно много. Мы за пять с половиной лет дали больше ста уже продуктов разных. Но вот первый вопрос, который прям очень важен, это, собственно, зачем мы это делаем, как это делать эффективно и что получить на результате учащихся. И, к моему большому удивлению, очень часто приходится это формулировать вместе с теми, кто хотят сделать какой-то онлайн-курс. Дело в том, что онлайн-курсы и онлайн-образование вообще очень такая получилась такая дезраптивная технология, очень быстро распространяющаяся, и все вокруг подумали, что им непременно нужен онлайн-курс в каком-то формате, который они видели чаще всего. Например, там массовые открытия онлайн-курса. Но потом, когда мы идем в тему поглубже и говорим, что онлайн-курсы — это не только о том, чтобы записать просто на видео то, что вы делаете оффлайн, чуть-чуть о большем, о том, что мы можем применять разные форматы, о том, что очень важно понимать, почему именно вообще онлайн-курс вам нужен. Может, вам нужен не онлайн-курс, может, вам хватит просто печатной книги, а может быть, ваша аудитория, например, не может смотреть видео длительностью 40 минут в принципе и уже никогда таких не смотрит и так далее. А может быть так, что задумка ваша сделать образовательный какой-то онлайн-продукт вообще не соответствует целям, которые вы ставите. Такое тоже бывает. Вот. Поэтому этот вебинар в основном, значит, переходим, о чем он, собственно, будет, о чем мы поговорим. Начнем мы с довольно общей темы, но, как по мне, основополагающей. Собственно, поговорим в целом о качественном образовании и распространенных мифов, связанных с ним. Потом мы перейдем к истории онлайн-образования. Зачем это знать? Это не то, чтобы какая-то там очень важная матчасть, типа, без прошлого нельзя построить будущее и так далее. Но это скорее в контексте того, как эволюционировало онлайн-образование под потребности людей, которые им пользуются. Ну и, как я и обещал, мы начнем с того, что такое эффективное обучение и какие есть мифы, связанные с ним. Значит, если очень коротко, вы видите по центру значок Тиндера, мы говорим о новых связях, только связях не таких, которые вы получаете в Тиндере, а о построении новых нейронных связей. В принципе, обучение — это построение новых нейронных связей. Чем крепче эти связи, тем, значит, вы обучились лучше. И чтобы эти нейронные связи крепкими образовывались, и не просто в отдельном каком-то участке мозга, а были соединены со всеми этими знаниями, которые у вас есть ранее, есть набор некоторых методик. Если коротко, согласно классификации Винесской и Майкрософт, мы будем на этом много останавливаться, сохранение и вспоминание, восстановление знаний определенной информации зависит от нескольких решений. От уровня понимания концепции и ее применения на практике. Что такое понимание концепции? Понимание концепции — это означает, что знания, которые вы получили, интегрированы на концептуальном уровне в вашей голове. И применение на практике — это то, чего часто очень не хватает, в том числе особенно, когда образование построено на репродуктивном стиле. То есть вы сидите, у вас 30 человек, вы все слушаете просто, что вам говорит лектор. Это называется пассивное обучение. И, собственно, это не имеет ничего общего с применением знаний на практике. Эмоциональный вес — это тоже важный момент. Очень часто запоминается информация. Вы можете сами наблюдать, что вы запоминаете какие-то вещи. Когда есть определенная эмоциональная привязка. То, в каком настроении вы учитесь, какие у вас эмоции вызывает та или иная ассоциация, тоже очень важно. Связь с существующими знаниями мы уже задели. Контекст. Это тоже очень важный момент, потому что если... Приведу пример, как контекст может влиять на усвоение информации. Например, если вам лектор читает что-то по программированию, есть, и вы выбрали формат говорящей головы, где он сидит на каком-то фоне и читает, есть там очень на простом примере, есть два момента, как мы можем это сделать. Можем его просто посадить на каком-то фоне, а можем его посадить, например, в IT-компании. И тот даже контекст, в котором он находится, у вас определенные накладывают контекстуальные связи, что мы изучаем программирование, находимся в IT-компании, например. Ну, это очень простой пример, но в целом от контекста изучения, от того, где вы находитесь, как находитесь, насколько вас погрузили в сам материал. Я приведу еще один пример. Недавно мы делали кейс для Национального антикоррупционного бюро Украины, и им нужно было обучать начинающих детективов раскрывать дела. Собственно, что входит в эту всю историю. Определенные законодательные знания, знания о том, на каком этапе какой специалист подключается, ну и прочие все теоретические вещи. Вот, и можно этому обучать по-разному. Ну, например, можно сесть и 20 академических часов, зачитывать все то, что необходимо знать. А можно сделать по-другому, погрузить человека в этот процесс, что, собственно, мы и реализовали. То есть человек сразу же попадает в такую интерактивную комнату, где он знакомится с главным детективом Набу, который говорит, сейчас мы начинаем вместе раскрывать дело. И, собственно, по ходу раскрытия дела человек и обучается. Ну и сложность. Это тоже очень важный этап. А по сложности мы будем говорить сегодня не один раз, потому что сложность обучения, сложность заданий – это прямо краеугольный камень, потому что есть у вас две возможности. Сделать что-то слишком просто, чтобы, типа, всем нравилось, какой он молодец там и так далее. Поговорим очень быстро о мифах касательно эффективного обучения. Миф номер один – чем быстрее и легче, тем лучше. В общем-то, на самом деле, есть разделение на два типа трудностей в обучении – благоприятные и неблагоприятные трудности. Трудности уже подразумевают то, что тезис «чем быстрее и легче, тем лучше», как в абсолютном смысле, конечно же, не имеет никакого отношения к реальности. Вот, благоприятные трудности. Первое – это интервальное повторение. Вот это прямо суперважная часть в эффективном обучении, которая сквозной линией должна проходить через продукты образовательные, в принципе, любые. И на основе этого вы, может, знаете все эти сервисы и Memrise, и Duolingo, и Anki. Это большинство сервисов, которые, например, обучают языкам, построены на интервальном повторении. Что это значит? Ну, все слышали, залетело в одно ухо перед экзаменом, в конце вылетело. В общем, подход выучить все до экзамена, конечно, не очень рабочий долгосрочной перспективе. Именно интервальное повторение считается крайне важной историей для запоминания. Есть даже кривая интервальных повторений. Эта кривая, собственно, по ней можно рассчитать даже через какое время лучше повторять какой-то определенный кусочек информации. Вот, именно поэтому у вас там пингуют разные сервисы, чтобы вы учились каждый день системно, например, и что-то повторяли, а они там раз в неделю, раз в две недели и так далее. Это просто более эффективно. Следующая благоприятная трудность – это тестирование на протяжении обучения. Это тоже очень важный момент. У нас часто принято тесты считать каким-то постфактумной оценкой результатов, а на самом деле тестирование очень эффективно применяется именно непосредственно во время самого обучения. Именно поэтому в хороших онлайн-курсах вы не получаете один тест конечный в конце, как контрольная работа, а получаете небольшие тестики после небольших порций материала. Мы о тестах и о том, как это связано с наукой, усвоением, и как это лучше применять в образовательных продуктах еще поговорим дальше. Ну и последняя часть, о которой будем тоже много говорить – благоприятная трудность – активное обучение. Вот активное обучение – это вообще самый большой вызов перед онлайн-образованием. На самом деле и перед оффлайн-образованием на постсоветском пространстве, потому что мы снова-таки привыкли к пассивному обучению. Но в онлайн-образовании особенно. Что такое активное обучение? Ну, представьте, что вы ведете конспект, когда лектор что-то рассказывает на лекции. Пассивное усвоение информации – это когда вы ничего, кроме репродукции, не делаете. То есть, например, вы ведете конспект, просто слово в слово переписывая то, что говорит человек. Тут, конечно, добавляется какая-то моторика рук, мышечная память, что там еще. Но в целом, с точки зрения обучения, это не очень эффективный способ вести конспект. Что же такое активное обучение? Активное обучение – это обработка информации, генерация смыслов на основе полученной информации. То есть, например, даже ведя конспект своими словами, вы уже обрабатываете информацию, которую получаете. Очень эффективный есть прием ведения конспектов. Это записывается в слово-слово на лекции. Но оставлять справа или слева место, целую колонку, где вы потом уже дома обрабатываете эту информацию. Это самый простой способ внедрить активное обучение. Даже в наши университеты, где нам привыкли просто читать материал, мы уже можем это сделать. Что такое еще активное обучение? Работа в группах, обсуждения, дебаты вокруг проектов, проектные задания и так далее. Неблагоприятные трудности, я думаю, что всем довольно-таки понятно. На одном мы остановимся чуть-чуть детальнее. Ну, сразу возьмем трудности независимые студенты. Это понятно, что неблагоприятная трудность, если ты работаешь, а у тебя это прорвало трубу канализационную, и тебе горячо, и мокро, и ты ничего не можешь с этим сделать. Конечно, это мешает обучению. Первый пункт – переживание, например, перед экзаменом. Но важный пункт тут, который в том числе суперважен технологически, методологически в разработке онлайн-опозвательного материала – это отсутствие обратной связи. Без обратной связи, собственно, мы дальше двинемся по определенным когнитивным искажениям касательно уровня собственных знаний. Единственное, что это все исправляет, это обратная связь. Обратная связь, если она постоянная и настроенная, это именно то, что говорит студенту, во-первых, о том, как он продвигается. И это, кстати, очень классно реализовано именно в играх. Во-вторых, не дает ему успеть исказить уровень собственных знаний. Миф номер два – обратный. Чем больше времени учимся, тем лучше. Это, конечно, тоже не совсем так. Многие слышали выражение «осознанная практика», когда говорят, что ты за 10 тысяч часов практики можешь освоить что-то там на профессиональном уровне. Всегда добавляют слово «осознанная практика». Отложим в сторону дискуссионный вопрос, есть ли у нас сознание как таковое. Но под осознанной практикой именно и подразумевается, что это не просто пассивное усвоение информации, это активное обучение, это интервальное повторение, о котором мы уже сказали. И это о перерывах, о которых очень классно. Кстати, наверное, вы все слышали про Барбару Волкли. Очень классно она и в своем курсе. Больше даже советую купить ее книгу, потому что она более новая, намного новее, чем курс на Курсере «Learn how to learn». Там она рассказывает о фокусном и диффузивном мышлении, так скажем. То есть, когда ты не просто сидишь, углубившись в час в материале, а делаешь определенные перерывы, и как раз во время этих перерывов ваше знание и укладывается в концепции. Миф третий. Если я выполнил правильно 10 заданий подряд, выполнил правильно 10 заданий подряд правильно, видите, я допустил ошибку, то я знаю что-то. Это уже интересный технический момент с точки зрения организации любых учебных программ. Значит, есть два типа организации заданий. Так называемый блок-тайп и интерливинг, то есть перемешивание. Сейчас объясню на примере английского языка. Ну и считается, что mass practice, то есть плохая практика, это выполнение одинаковых заданий блоком, и это ведет к иллюзии знаний. А оптимальная стратегия – это смешивание разных форматов заданий и тем, так называемый интерливинг в зарубежной литературе. Вот справа приведен график о том, как усваивается материал при стратегии с перемешиванием заданий, как усваивается при блочном запоминании. Приведу на примере английского языка. Значит, в английском языке, который не очень эффективно, например, на территории Украины преподается, потому что он именно построен по блочному принципу, ну, во-первых, по дедуктивному, во-вторых, по блочному. Значит, что это такое? Например, вы изучили present simple, и сделали там 100 заданий именно на present simple. Дальше какой происходит эффект? Когда вы встречаетесь с реальной ситуацией, где нужно не просто вставить слова пропущенные, зная, что ты работаешь с present simple, а вставить куда-то в свои речи непосредственно, выбрать какое-то время и так далее, из-за того, что не было вот этого вот самого интерливинга, ты в реальной ситуации, собственно, не можешь нормально сориентироваться и концептуально понять, какое время тебе использовать, как именно сейчас говорить, как говорить правильно и так далее. Но зато ты можешь продолжать выполнять задания по этим блочным всем аспектам. У нас на блоге Эдера есть там большая статья, которая как раз исследует разницу в усвоении английского языка, если это блочный подход или если это смешанный подход. Но об этом куча литературы, на самом деле, и вы можете ее найти, почитать, куча статей научных. Зачем? Потому что когда вы будете делать свои суперэффективные образовательные проекты, очень важно при разработке заданий, форматов, заданий, чередования форматов, очень важная часть для того, чтобы ваши пользователи были довольны, усваивали материал хорошо. Это же касается и форматов. Текстовый, видеоформат, аудиоформат и так далее. То есть на видео свет клином не сошелся, если вы делаете онлайн-курс. Недостаточно посадить человека, который просто все прочитает на видео. Важно от каждого формата взять максимум. От аудиоформата взять максимум, потому что вы понимаете, например, что привычка вашей целевой аудитории 20 минут в день ехать там, например, на метро или там еще куда-то, и то, что можно изложить в аудио, можно прекрасно положить в аудио. А в видео положить, например, то, где важна там анимация, какая-то живая такая интеракция, которая лучше будет в нано-видео. Четвертый мид. Думаю, что знаю, значит знаю. В общем, есть три главных искажения знаний у учащихся. Это чрезмерная уверенность в своих знаниях. Снова-таки, откуда она появляется? Чаще всего от отсутствия обратной связи. Если обратная связь постоянна, то человек не успевает подумать, что он чрезмерно уверен в своих знаниях. Второе. Мы думаем, что знаем то, что вы учили. Это даже имеет, ну, это конкретно из англоязычной литературы, поэтому я в скобках описываю это, чтобы вы могли найти. И третий. Это мы думаем, что будем долго знать то, что вы учили. Как бы вторая часть тоже говорит о том, что обратная связь очень важна, и чем чаще она происходит, чем чаще происходит тестирование и так далее, тем меньше у нас таких проблем. Но есть еще прекрасные искажения знаний с другой стороны у экспертов и учителей. Оно тоже имеет свой англоязычный термин the cross of knowledge, недооценка времени, которая необходима людям, чтобы выучить то, что знаем мы. Вот это очень интересно, потому что с этой методической погрешностью очень тщательно работают, например, в американской педагогической школе, если мы говорим про университеты. И очень часто встречаются ошибки на нашем пространстве. Когда ты суперумный, тебе хочется как можно больше рассказать. У тебя вот эти нейронные связи уже выстроились в огромную-огромную картинку, и поэтому ты думаешь, что чем больше ты как бы отдашь знания другим людям, тем лучше. А на самом деле, если мы возьмем и сравним два курса по физике, например, в Киевском университете, Шевченко, и курс по физике в Массачусетском институте технологий, то мы, к своему удивлению, обнаружим, что в MIT, в Массачусетском институте, в вузе номер один в мире техническом, в нем намного меньше деталей вам расскажут, и углублений, ответвлений, и так далее, и так далее. Но почему-то после этого курса вы будете намного лучше владеть концепцией. Это именно потому, что они проводят фокус-группы на людях, которые ничего не знают, и пытаются разобраться, насколько же важно погрузиться именно сейчас в определенное знание, потому что это недооценка времени, которое необходимо людям, чтобы выучить то, что мы знаем, ведет к тому, что они даже концепции не усваивают. То есть у них не хватает времени, опять-таки помним, про интервальное повторение, про активное обучение, им просто не хватает времени уложить эти концепции в голове. То есть не всегда, чем больше я расскажу прямо сейчас, тем лучше. И сейчас, во время этой лекции, я тоже борюсь с этим самым course of knowledge, by the way. Вот. Миф пять. У меня нет таланта, учиться поздно и так далее. Вот. Психолог Карл Двек, я очень советую почитать ее там колонку, она, по-моему, на Гарвард бизнес-ревью об этом писала, говорит о двух способах мышления. Fixed mindset, growth mindset. Вот. Fixed mindset, если коротко, это когда ты подумал, что ты провалил какое-то задание, значит, у тебя нет таланта, значит, ничего не получится, и так далее. Это тщательно культивируется в педагогических школах, где на ошибки очень сильно обращают внимание, вернее так, не просто обращают внимание, а заостряют внимание на том, насколько это плохо, формируют страх перед ошибкой. Ну и таким образом появляется эта выученная беспомощность в виде fixed mindset. Growth mindset, конечно, это обратная история, когда ошибка воспринимается нормально, когда ты понимаешь, что это часть процесса, когда ты ей даже радуешься в какой-то веке и так далее. Вот. Ну и, собственно, задача качественного образования сформировать уверенность, что ошибка – это часть процесса, причем необходимая. То есть очень легко, конечно, создать позитивный опыт у человека, когда он никогда не ошибается, но об эффективности такого обучения можно долго спорить. Ну и мы переходим уже к такой технической истории. Снова-таки есть много отчетов о принципах эффективного обучения, персонализированного обучения. Сейчас многие говорят о персонализированном, адаптивном обучении. Вы наверняка об этом слышали. Индивидуальные траектории в обучении и так далее. Собственно, тот самый огромный отчет ЮНЕСКО и Майкрософт, который, ну, просто я не знаю, есть ли смысл вам советовать читать, потому что, в принципе, мы из него выбрали 12 главных признаков, которые они формулируют как эффективное обучение. У нас на блоке каждый из этих пунктов раскрыт, на самом деле. Единственное, что наш блок на украинском языке 12 этих принципов. Мы очень быстро по ним пробежимся. Снова-таки, активное участие, о котором не раз говорили, социальное участие, это то, что важно, когда вы делаете онлайн-образовательные продукты, формирование комьюнити, форумы и так далее. Все очень важные части, потому что сформировать социальные участия очень важно, что легче чуть делать оффлайн, но посложнее онлайн. Состав заданий, об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Это и о балансе сложностей, и о содержании и так далее. Вот, связь новой информации со старой. О, я вспомнил, как это называется в педагогической литературе. Актуализация опорных знаний называется. Стратегичность, то есть, зачем это все учить, пресловутый вопрос, зачем мне тригонометрия, как она мне пригодится в жизни, вот, и ответ, что никак, к сожалению, не очень правильно с точки зрения выстраивания стратегии какого-то обучения. Поэтому мы и настаиваем с любыми клиентами, партнерами и так далее на том, что первое, о чем мы должны подумать, это о том, зачем нашей целевой аудитории это вообще нужно. И выстроить эту стратегичность у них. Имея стратегичность, намного легче выстроить систему интервального повторения. Самодисциплина, вот как раз, собственно, об интервальном повторении. Тут есть десятый пункт времени на практику, интервальное повторение и так далее, безусловно, нужна самодисциплина. Особенно, когда мы говорим про онлайн-обучение, вот, как вовлечь человека так, чтобы он дисциплинированно проходил, учился и тому подобное, это огромный, серьезный вызов. И вот он, собственно, и связан со всеми теми темами, которые мы рассматриваем сейчас. Понимание, а не запоминание, тут тоже, мне кажется, было непонятно. Если мы формируем задание только на репродукцию материалов, посмотрел человек видео, и мы потом, а ну-ка, повтори слово в слово, там, предложение, которое мы сказали, это, конечно, прекрасно с точки зрения запоминаний. И много курсов, даже на курсоре очень много курсов грешат именно такими заданиями, репродукция знаний, это тоже полезно, вот, но без знаний другого толка, без заданий другого толка, понимание достичь довольно сложно. Очень интересный девятый пункт learn to transfer. Один из моих любимых принципов. Как понять, что человек действительно усвоил какую-то концепцию? Это когда он умеет трансферить это знание, эту концепцию на другие дисциплины. то есть, не знаю, вы научились забивать гвоздь, и вы понимаете все очень раз, что когда там вы поехали с палатками, есть колышек, чтобы палатка устояла, что ее тоже можно, например, забить молотком. Вот, и это такой простой пример. Или когда вы изучаете физику, и там какие-то колебания поплавка на воде, а потом изучая экономику, понимаете, что это применимо колебающимся рынком те же уравнения. Так вот, хорошее усвоение концепции, это об умении трансферить эти концепции. И если получается в обучении, в образовательном продукте проводить вот такие вот трансферы истории, это ведет к лучшему запоминанию концепции, к лучшему пониманию концепции. Вот, поэтому очень классно, когда какое-то явление рассматривается, например, с разных сторон, то, что называется интегрированным обучением. Потому что тогда концепции из одного, из одного предмета ты переносишь на другой, и это и есть принципом, хорошего, тоже эффективного обучения. Время на практику понятно, уже говорили. Учет индивидуальных отличий тоже, мне кажется, тут разъяснять особо нечего. И мотивация. Вот, мотивация зачем, почему, плотно связана со стратегичностью, но, а мотивация это также о том, насколько мы удерживаем человека по ходу обучения. Вот, как выстроен этот продукт. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что онлайн-образование появилось не вчера. Вот, это сэр Исаак Питман, у него очень интересная история, тоже, кто хочет почитать. Классный, классный, очень интересный мужчина, который придумал свой курс по стенографии рассылать по почте в свое время. Вот, и крутые именитые американские вузы взяли этот курс дистанционный и действительно обучались у сэра Исаака Питмана дистанционной стенографии. Вот, можете почитать о его истории. Стало ли это супер-революцией в обучении? Ну, наверное, нет, хоть и было первым таким, можно сказать, первой птичкой, вот, того, что развивалось дистанционное, скажем, обучение. Потом, к слову, появилось радио и все сказали, вот, теперь мы начнем транслировать лучшие убы и все будут умные. Революция в образовании. Ну, собственно, с радио ее тоже не произошло. Потом был телевизор и тоже, как бы, сказали, ну, все, теперь транслируем лучших и все выучатся хорошо. Вот, но революции тоже не произошло. Мне интересно то, что мы сейчас переживаем с онлайн-обучением, как бы, грозились о революции давным-давно, но пока это, скорее, не было каким-то прям сверхреволюционным фактором, хоть и сильно довольно поменяло наши привычки в обучении, там уже современные онлайн-курсы. Но вот интересно пройтись, поэтому и посмотреть, как это происходило. В 2001 году, представьте, это было 19 лет назад, появился сайт MIT OpenCourseWare, он существует и сейчас. Это были записи полноценные, лекционных уроков из MIT, то есть, просто, вот, учителя рассказывают, преподаватель, поставили камеру, засняли это все еще, и выложили там домашние задания и прочие вещи. Вот, очень часто в Фейсбуке даже сейчас можно встретить возгласы лучший, технический вуз мира открыл доступ ко всем своим лекциям, революции и так далее. В общем-то, она случилась в 2001 году, вот, но до сих пор люди, когда об этом узнают, такие, типа, вау, MIT открыл свои лекции. Ну, да, он это сделал, действительно, довольно давно. Сейчас там огромная база лекций, записанных из аудиторных занятий, и, к своему удивлению, вы обнаружите там довольно мало просмотра. Лучший технический вуз мира выложил просто записи людей из аудитории, вот, и это почему-то не собирает какое-то огромное количество просмотров. Мы поговорим дальше, почему. В 2004 году открылся один из, по моему убеждению, один из самых успешных массовых продуктов с точки зрения онлайн-образования, это Khan Academy. Вы тоже, наверняка, про него все слышали. И тут сразу же интересный факт. Салмон Кан, основатель Khan Academy, случайно угадал один из лучших форматов для объяснения предметов с формулами, для объяснения математики, например. На основе проведенных исследований Гарвардской инициативы Леонида Тишкинг оказалось, что вот этот Khan Academy стайл, он даже получил такое название, как памперсы получили название для всех этих пеленок, также и Khan Academy стайл, уже такое укоренившееся название в научной общественности педагогической за рубежом, это когда по ходу говорения пишется, как на бумаге, только на экране, пишутся всякие формулы. И оказалось, что для подачи математики это пока что действительно самый лучший формат. Поэтому всем, кто объясняет, например, какие-то финансы или математику и так далее, знаете, что Гарвард сказал, что это один из лучших форматов с точки зрения усвоенности. Что произошло в 2012 году? Вот это интересный момент. Мы помним, что в первом году появился MIT OpenCourseWare, про который я сказал, что там было не супермного просмотров, хоть, казалось бы, в 2001 году это прям совсем революционно звучало. Но, тем не менее, в 2012 году появляется платформа MITx. Это тоже платформа Массачусетского Института Технологий. И они взяли один из курсов, который был на MIT OpenCourseWare и перевели его в другой формат, запустив на платформе MITx. Это был курс Circus Electronics, самый первый курс от MIT. MITx стала прародителем платформы EdEx, как это получилось, я сейчас расскажу. И они запустили первый этот курс Circus Electronics, на который я записался. И его разница была, кардинальной по сравнению с тем, что было на MIT OpenCourseWare этот же курс, но только с точки зрения формата. То есть, содержание точно такое же. А формат был другой. Вот вы можете обратить внимание, как это выглядело. Был выбран снова такие-то Khan Academy Style в основе этой истории. Все было поделено на недели на темы, а сверху были маленькие блочки информации. То есть, вместо полуторачасовых видео из аудитории мы имели набор пятиминутных роликов с завершенной мыслью в каждом из них, с заданием почти после каждого из них. Вот там сверху видена навигационная панель, там есть видосик, потом тестик, видосик, видосик, тестик и так далее. То есть, был поменен формат. Так сказать, как говорил Герберт Маршалл Маклюин, Medium is the Message. То есть, форма есть содержание. И это действительно так. То есть, не только содержание влияет на то, как усваивает человек информацию, а поменяв форму с предыдущей вот просто записи на вот такую, которую в основе которой лежит микролернинг, о котором мы поговорим чуть позже, микрообучение, они существенно повысили количество тех, кто таки прошел этот курс. Вот я вошел там счастливые две тысячи человек или сколько их тогда было, две или три тысячи человек, которые прошли его полностью. Это был 16-недельный большой курс. И об этом тоже важно знать, потому что, представьте, в 2012 году были курсы, которые длились 16 недель, на которые в неделю надо было тратить 12-14 часов обучения. Представить такой курс сейчас на Курсере или Эдексе почти невозможно. То есть, они все короче, и об этом мы тоже дальше поговорим. 16-недельного курса на Курсере и Эдексе сейчас найти не выйдет. Выйдет найти там подряд несколько курсов, что угодно, но не 16-недельный курс. И сейчас, к слову, этот же курс Север Хациент Электроникс это три пяти-недельных курса, а не один 16-недельный курс. И это очень важно. Ну, а тем не менее, несмотря на то, что он длился 16 недель, результаты были стоп-шибательными для MIT. Они написали об этом кучу статьи о том, что, представьте, мы обучили две тысячи человек, они поделали все задания, выучились точь-в-точь, как у нас на семестре в Массачусетском институте технологии. Плюс там был форум, определенные информации и так далее. Дальше пришел к ним вот, это основатель платформы MIT Аксонанта Гарвал, собственно, лектор первого этого курса. И он сказал эту знаменитую фразу, кто сказал, что всем нравится учиться с девяти утра до двух дня, ведь самый частый заход к нам на платформу в час ночи. Ну, там, непонятно, в каком он конкретно часовом поясе это брал, не только же американцы там учатся, но тем не менее, в чем-то он прав. Это действительно мобильность, возможность учиться тогда, когда ты хочешь. вот, но, снова-таки, как по мне, тут тоже даже не это главное в этой всей истории. После к нему подошел, подошел, к нему пришел Гарвард, к MIT пришел Гарвард, дал еще 30 миллионов долларов, и так появилась совместная инициатива Гарварда и Массачусетского технологии dx.org, которую вы знаете сейчас, вот, ну, чтобы вы знали, что их родили Гарвард и MIT вместе. Вот, но, что сейчас круто вот в этой всей истории, что мне кажется действительно сильно революционно. Тут не зря приведел нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнон, я очень советую его книжку «Surely you joking мистер Фейнон», там есть небольшая история про то, как он выучился на бакалаврате MIT, хотел дальше на магистратуру в MIT, потому что ему нравилось, а его научный руководитель ему сказал, нет, типа, иди там в Принстон, Стэнфорд, в другую научную школу. Ричард Фейнон спросил, я же, типа, хороший студент, почему ты меня отправляешь куда-то в другое место, точно не хочешь, чтобы я с тобой продолжал тут работать, на что ему научный руководитель сказал, что если в том-то и дело, как бы, что ты, Ричард, очень хороший студент, именно поэтому я тебе даю возможность это сделать, потому что, чтобы освоить какую-то дисциплину целостно и круто, нужно изучать ее в разных научных школах. И вот именно это для меня кажется довольно революционным в онлайн-образовании, в том, что разные научные школы повыкладывали свои курсы, мы имеем возможность поучиться одному и тому же в разных научных школах. То есть я не верю в этот абсолютизм, типа, лучший курс в мире вышел, типа, на эту тему лучший курс в мире, и значит, его только нужно изучить. Вот, то есть, как по мне, идея в том, что есть много хороших курсов в мире, и вот как раз возможность поучиться в всесторонне в разных научных школах, это такая самая как бы для меня революционная часть онлайн-обучения. Что же произошло дальше? С 2012 года у нас Coursera и Dx сделали целый невероятный бум массовых открытых онлайн-курсов. Тут у нас график, как с 2012 по 2017 год все росло, доросло до 70 миллионов зарегистрированных пользователей. по всему миру, и это только тех, кого как бы регистрировали в этом исследовании. Это исследование из Daikonomist.com. Вот. Тут же вы можете посмотреть распределение каких продуктов было больше всего. Бизнес и менеджмент. Сейчас, кстати, в онлайн-образовании тоже это самое популярное среди платного и среди бесплатного все равно бизнес-менеджмент, инфобисту даже. Вот. Это популярные темы. компьютер-сайенс и программирование тут своя специфика, потому что тоже мне кажется, что довольно понятно, почему это одна из самых популярных ниш в онлайн-обучении, потому что, собственно, учиться онлайн-программированию вполне возможно и понятно как, в отличие от учебе, например, инжинирингу, который, как вы видите, почти там подальше стоит, потому что часто тебе нужна либо отладочная плата, либо какое-то оборудование и так далее. компьютер-сайенс и программирование, тебе нужен компьютер. Вот. Ну и так далее. Можете посмотреть дальше. Потом произошло следующее. Все топовые бизнес-школы мира вышли в онлайн. Это Webson College, это HBX, инициатива Гарвардской бизнес-школы онлайн. Стэнфорд вышел онлайн тоже со своей главной бизнес-программой, что, собственно, добавляло легитимности этому всему процессу. Вот. А слева вообще вот этот working paper, который обозначен, это любопытнейший документ, который выпустило Национальное бюро экономических исследований в 2016 году, где сравнивалась магистрская работа по компьютер-сайенс, магистрское обучение, программа магистрская по компьютер-сайенс в офлайне в Джорджиевском институте и онлайн. И результаты показывали, что уровень усвояемости и квалификации студентов один и тот же. Единственная разница была в самих студентах, которые записывались в онлайн и офлайн. Онлайн это был традиционно больший возраст, у людей были уже за стеной какие-то высшие образования и так далее, офлайн была чуть другая аудитория. Ну и, собственно, на этом исследовании, во-первых, сразу обращаю внимание, оно не доказало, что онлайн образование работает так же эффективно, как офлайн и может стать альтернативой офлайн образования. По нескольким причинам. Во-первых, это касалось всего лишь одной программы магистрской по компьютер сайенсу. То есть, тут нет learn to transfer. Мы не можем сказать, что если так получилось с какой-то магистрской работой по компьютер сайенсу, точно так же получится с магистрской работой по праву, например. И до сих пор Национальное бюро экономических исследований наук и так далее. Во-вторых, действительно, средств студентов отличаются. Это тоже очень важно. Почему онлайн образование не замена традиционному образованию в чистом виде? Потому что вот те аспекты мотивации, стратегичности и так далее, они крайне важны и у тех людей, которые выбирают онлайн образование, вопреки тому, что говорили, что революция в обучении связана с тем, что даже самые неспособные студенты из каких-то стран, там, бедных, например, будут учиться. Статистика показывает, что средний ученик онлайн это в среднем 35 лет и у него уже есть магистрская степень заключения. После этого происходят такие вещи, как запуск Udacity, который вот этот скриншот из того времени, когда запустился Udacity, видите, у них партнеры Google, Facebook, MongoDB, Cloudera и так далее, AT&T, вот, и у них была вот такая вот заставка, что get hired guaranteed, ты будешь обязательно нанят после того, как пройдешь нашу программу, и это, конечно, было очень серьезное заявление, вот, то есть у них тогда учишься на шестимесячной программе платной, если тебя не устроили они потом в компанию партнер, то 100% вернули деньги назад, вот, ну, конечно, в тот момент ни один, ну и сейчас ни один университет традиционный в мире таким похвастаться не мог, конечно, и вот мы добавляем этой стратегичности и мотивации в это все, сейчас у них нет такого условия, только там по отдельным программам, но тогда вот прям по всем программам была такая нашумевшая история. Апогеем истории с онлайн-обучением, как бы таким майлстоуном, тоже важным, явился 16-й год, значит, существовала такая платформа linda.com, это в основном курсы об интерфейсах, то есть там интерфейс Adobe, Photoshop, там и так далее, вот, была такая огромная-огромная платформа, которую в конечном итоге купил LinkedIn, и там для какой-то работы, например, есть описание, какие скиллы необходимы, и LinkedIn придумал интегрировать обучение в эту историю, купил linda.com, создал LinkedIn Learning, вот, где много курсов до сих пор, вы увидите, с плашкой linda.com, потому что они, собственно, были куплены, вот, за миллиард долларов, by the way, тоже немало, вот, и сейчас они как бы инкорпорировали эту систему, ты видишь, какие скиллы нужны, нажимаешь на них, тебя сразу переводят на обучение, обучение 50 на 50 там качественное, то есть оно довольно, ну, они берут массой, скорее, они там супер качеством, но некоторые продукты действительно интересные, поэтому обратите внимание, кто не обращал, вот, но когда это онлайн-обучение начало официально подтверждаться работодателями, это вот интересная история, когда в LinkedIn стали прикреплять сертификаты Эдекс, Курсер, и это не стало каким-то камнем преткновения. Дальше, смешанное обучение, вот, собственно, это тоже очень важный следующий тренд, приведено несколько вещей на украинском языке, но я сейчас объясню, что это такое. Значит, во-первых, сервис, который вы видите справа сверху, PHET, это сервис университета Colorado Boulder с миллионами симуляций по точным дисциплинам, то есть вы можете проводить лабораторные работы, используя симуляции, которые на этом сайте. Их более 360 миллионов на разных языках, плюс там есть функция коллаборативного перевода, поэтому вы можете зайти, выбрать какую-то симуляцию и, например, перевести ее, и она будет доступна для всех на таком языке. Плюс можете интегрировать свой сайт. Если кто-то там делает STEM-обучение, например, проект по STEM-обучению, то он может оттуда брать эти симуляции. Это абсолютно бесплатно, и это используется в огромном количестве школ по всему миру. То есть, как мы видим, онлайн-обучение не только о видосиках. То есть, это и о интерактиве, о симуляциях и так далее. Плюс это активное обучение. Дальше, вот, например, еще пример InfiniScope снизу. Это очень прикольный сервис по изучению астрономии. В интерактивном виде ты прям летаешь на корабле, от этого понимаешь какие-то скорости спутников и прочие вещи. Ну и справа там вот вы видите такой документ. Это у них приложенный сразу же документ, который описывает, как интегрировать этот инструмент в обычный, например, школьный урок. Это, собственно, и есть вот в таком смешанном обучении. Там вот прям по шагам описано, как это сделать. То есть, тут онлайн-обучение не является заменой, как вы видите, а является как раз попыткой добавить активного обучения в обычное образование. и, собственно, использование онлайн-курсов на уроках и так далее. Это призвано все только для того, чтобы высвобождать время школьников взаимодействовать в группах, например, ну или учеников любых, и высвобождать время учителю, преподавателю также рассмотреть какие-то индивидуальные вопросы. Но это интересно, потому что в большинстве западных сервисов, где есть какой-то вот такой онлайн-эдюкейшн, может идти рядом документ о том, как это использовать в формуле informal education. Вот, собственно, как это использовать на основе смешанного обучения. В Америке некоторые школы даже полностью начали переходить на смешанное обучение. Я специально привел пример как из высшего учебного заведения, как из среднего. Вот даже есть изначальные школы, початковая школа по-украински, это начальная школа, слева кусочек слайда. Вот, Rocketship Education. Можете почитать их кейс, очень интересно, у них есть полностью white paper о том, как они работают. Оттуда можно натягать кучу идей для каких-то центров, где вы хотите применять смешанное обучение. Вот, там полностью расписано, как построена целая модель с ротацией станции. Это один из типов смешанного обучения, когда вы переходите от онлайна к проектной работе и так далее. Вот, и у них там прям описано это все. И вот интересные результаты у них, что после одного года математика, по математике они опередили на один год традиционную репродуктивную модель, по чтению они опередили на одну-три четверти, после второго года математика и чтение опережено на один год. Вот, ну и согласно срезам знаний большая готовность к средней школе получилась. Даже мы, как бы, начали быстро работать с нашими продуктами и переводить их в смешанное обучение, то есть выписывать рекомендации, как это можно применять в школах, и тут интересный такой момент. Вот слева фотография, там мы сидим на улице Ленина, недекоммунизированная улица в Украине, вот, в поселке под Одессой, где мы тестировали смешанную модель по математике и по украинскому языку. И очень сильно поменялось вовлечение учеников, потому что даже те, кто сидели на галерке, им понадобилось обязательно принимать так или иначе участие в обучении, потому что это была организована ротация на станции. Вот, а второй вид, ну вот, вторая картина, которую вы видите снизу, это один из самых популярных лицеев, ну не популярных, один из самых сильных лицеев в Украине наукового змена, называется «Научная смена». Вот, и там на доске транслирует, нам как-то одна школьница скинула с урока, на доске транслируется наш курс по праву на уроке правознавства. Что они делали? Они, собственно, на уроке права, там у нас в курсе много было интервью со всякими людьми, и они прямо на уроке права включали маленькое видео, смотрели его и потом обсуждали, таким образом, как бы получив теорию из такого источника, а потом уже обсуждаем непосредственно с учителем. Если тут говорить о тезисе, что онлайн-образование прям замена традиционному образованию, то мы скорее любим говорить о тезисе, что это прекраснейшая возможность добавить активного обучения в традиционный образовательный процесс. Конечно же, появлялись статьи со всякими грустными заголовками о том, что МОК, completion rate, the low 7% и так далее, это о чем собственно речь? О том, что многие слышали о тезисе, МОКе там никто не заканчивает, никто не доходит до конца, доходит критически маленький процент, вот это так называемый dropout rate, о котором говорят и которым очень много манипулируют, вот, поэтому даже чисто с математической точки зрения я бы чуть-чуть на этом остановился, чтобы вы понимали, в чем собственно происходит манипуляция. Во-первых, dropout rate говорит о чем? Он говорит, сколько людей дошло до конца, а в массовых открытых онлайн-курсах зачастую не до конца, а до преодоления 60% правильных ответов. Это такая распространенная международная практика, что если у человека 60% правильных ответов, он типа закончил этот массовый открытый онлайн-курс. Где можно набрать эти 60%? Как? Нигде не регламентированно. То есть это будут задания после каждой лекции или нет? Сможешь ли ты набрать 60% если не просмотрел все до конца и не поотвечал все до конца? Это тоже нигде не регламентированно. Прошел ты три из четырех модулей, например, правильные, это уже 60%, так тоже может быть. А может быть, что без финального экзамена ты не можешь набрать 60% и тогда тебе так или иначе нужно будет пройти до конца. То есть этот дропаутрейт не всегда говорит о том, что это типа те, кто дошли до конца в целом, потому что нет никакого регламента, где там тот конец, где именно заканчиваются эти 60% присловные. Во-вторых, есть еще одна история с тем, что это от количества зарегистрированных людей. Количество зарегистрированных людей вообще довольно сомнительный показатель, особенно сомнительный в контексте оценки эффективности какого-то образовательного материала. Сейчас объясню, почему. Например, я делаю какой-то узкий продукт на тему каких-то изысков в адвокатской практике, а называю это все в СМИ и везде там право для всех. И получаю огромную воронку на входе, очень много людей зарегистрировалось, заходят в продукт, понимают, что он просто нерелевантен их ожиданиям. И такие, это вообще не о том. То есть это сильно зависит от того, какое распространение оно там точечно бьет в таргет аудиторию, либо нет. И от этого мы просто смотрим конверсию, по сути, от тех, кто зарегистрировался и кто вообще начал хоть что-то проходить. И оказывается, что самое большое падение от количества зарегистрированных происходит именно на вот этом моменте. То есть количество тех, кто начал проходить от количества хоть что-то, ответил хоть на один тест или посмотрел хоть одно видео, от тех, кто зарегистрировался. Намного интереснее показать. А, ну и второй момент, почему это манипулятивно. Ну типа всего 7% дошло до конца, но в абсолютном количестве это может быть очень огромное число. И, ну окей, всего 7, но в целом никто там массово не обучал людей. Поэтому, ну и что? Ну окей, что всего 7. Значит, там неправильно, не таргетировано попиарили или там еще что-то. Намного интереснее другой показатель, чисто и математический, и методологический. Вот. Это показатель того, какой происходит флоу как бы учеников от первого модуля до последнего модуля. То есть, где они отваливались. Вот смотреть, где на этом именно в процессе обучения именно это говорит об эффективности самого образовательного продукта. Мы получили тех, кто начал проходить и тех, кто прошел вот так вот до конца. Вот это интересный показатель действительно. И на нем можно отследить, где на вашем продукте просели, где больше всего отвалилось, что не понравилось и так далее. Плюс зашивать какие-то сервей, то есть, типа, опросники в начале, в середине, в конце, чтобы понимать, насколько вы там соответствуете, не соответствуете ожиданиям и так далее. И вот эту вещь довольно интересно использовать. Следующая часть, такая самая прикладная, вот это о трендах и методологии. Первый момент. Основы построения онлайн-курса вообще, в принципе, образовательного продукта, так называемая перевернутая пирамида, время и усилия, которые тратятся вначале, намного меньше, чем время и усилия, которые тратятся дальше. Вот. То есть, по мере длительности курса у вас нагрузка должна расти. Неправильно взять и просто разбить на суперодинаковые по нагрузке блоки все обучение. Начинать с более простого, идти к более сложному. То есть, это как бы вроде и очевидно с одной стороны, с другой стороны, снова-таки при расчете какого-то времени обучения. Если у вас вертикальная структура курса, это когда важно, чтобы последовательно человек проходил материал, важно добавлять ему постепенно сложности этой. Вот. А вначале не перегрузить, наоборот, чтобы человек не сдался. С этим связан следующий слайд, который я покажу, но чуть-чуть о вертикальных и горизонтальных структурах продуктов. Вот. Есть вертикальные с последовательным прохождением, есть горизонтальные структуры продуктов. Это когда вы можете зайти на каждый отдельный модуль. То есть, каждый этот отдельный модуль, он завершенный, отдельный, сам по себе существующий. Такие продукты тоже есть. И я приведу интереснейший пример, связанный конкретно с нашей практикой. Это были такие полуакадемичные вот в начале, когда мы только начинали Эдеру, мы, это было 5,5 лет назад, мы создали курс по украинскому языку для школьников. Такой академичный, глубокий, вот, где там много видео, всего такого и так далее. И в который надо было регистрироваться непосредственно через страницу лендинг-курса. Регистрируешься, заходишь и последовательно все проходишь. Ну, у нас там было, типа, там, тысяча регистраций или что-то в этом роде, мы только начинали проект, 500, тысяча, ну вот. Ну и мы замечали, что люди там заходят, и, ну, как-то никто вообще не проходит его до конца. То есть, никто не получает эти 60% пройденных. и с чем это связано интересно, потому что отдельные модули люди смотрели, школьники. А связано с тем, что чаще всего школьникам, кроме, если мы там не берем во внимание подготовку к ЗНО, к ЕГЭ-аналогу и так далее, прямо за два месяца до тестирования, школьникам нужна определенная тема. То есть, они ищут, мы проанализировали Google, поняли, что они ищут не курс по украинскому языку, они ищут там, как, не знаю, створивают дипрекментники какие-то и так далее. Ну, и мы решили попробовать альтернативно запустить горизонтальную структуру такой истории. То есть, не заставлять людей регистрироваться обязательно только на одной конкретной странице, они могут попасть сразу на любую тему и пройти ее отдельно. Вот, мы там подняли другой сервис, то мы были на OpenEdX на платформе, мы подняли сервис GitBook, вот, где распределили эти темы просто горизонтально и из поисков Google можно было попадать на отдельную тему и проходить ее. Вот, ну и что вы думаете, в общем-то, после запуска этого сервиса мы получили 50 тысяч студентов на этой всей истории и они учились конкретно на своей горизонтальной структуре, по той теме, которая им непосредственно необходима. Мы вошли очень быстро, мы вышли на первой строчке Google в поиске всех этих историй, там, первенч и Ликипедия, то же самое потом сделали с другими курсами для школьников, там, по всяким третий закон метоны и прочие темы, мы повыходили в первые места в Google, потому что людям действительно не ищут именно эти конкретные темы. И тут как раз о пользовательских привычках. Какой формат выбирать, выбрать ли обязательно там классический МОК или сделать что-то горизонтальное с подпиской, а не регистрацией и так далее, все зависит от пользовательской привычки, поэтому мы очень советуем идти именно от нее в первую очередь и не циклиться на одном каком-то известном типе онлайн-курса. То, что я уже задел называется эффект быстрых побед. Когда вы создаете аккаунт в Фейсбуке в разных сервисах, вы заполняете имя, фамилию мейл, Фейсбук вам кричит радостное сообщение, что о, молодец, ты такой огромный путь преодолел, 60% ты уже сделал, осталось всего лишь 40% заполнить друзей, друзей, подруг, все свои интересы и так далее. На самом деле не 40% ты сделал задание намного меньше, но тебя уже очень сильно похвалили, ты такой суперважный герой. Так делается в огромном количестве сервисов, появляется вот этот эффект быстрых побед, так называемый, когда ты быстро получаешь поощрение, быстро начинаешь верить в свои силы и готов уже к дальнейшим более сложным шагам. Ну и, собственно, при построении образовательных продуктов очень важно дать возможность человеку получить эти свои зеленые галочки, бейджики, все что угодно другое, вот как можно быстрее, чтобы он поверил в то, что он может. Вот, и, собственно, с этим связано и там возрастание сложности и вот этот эффект быстрых побед. Ну, в принципе, опять-таки, в любом сервисе вы можете заметить, что какой-то первый бейджик вы получаете почти сразу. Первая покупка, первое то, и уже радостные. И хотите получать следующие бейджики, где еще 40 покупок, еще 80 часов пользования нашим товаром и так далее. Вот, поэтому про эффект быстрых побед важно не забывать чисто психологически при построении любых образовательных продуктов. Вот. Длительность видео. Это исследование, не помню, по-моему, тоже 15-го или 16-го года касательно длительности видео на основе миллионов слушателей платформы OpenEdge. Ну и, собственно, после этого исследования стало понятно, что если видео больше 6 минут в среднем по больнице, то досматриваемость видео кардинально падает. И это интересный момент. Сейчас, если вы зайдете на Эдекс или куда-то еще, действительно, 6 минут это такой около золотой стандарт. Вот, снова-таки сильно зависит от аудитории, для которой вы делаете, и от контента, который вы делаете. Вот. Но в целом, если там очень средняя по палате история, это 6 минут. Вот. А дальше, действительно, на миллионах студентов падает досматриваемость этого видео до конца. Мы на Ютубе тоже анализировали, у нас там разные есть длительности. Конечно, сильно зависит от типа контента. Например, если ты делаешь для учителей, которым важно просмотреть, понять, использовать практики, получить за это сертификат, у нас там средняя досматриваемость типа 90-95% у каждого видео. Это очень интересно. Это безумная статистика. И вот на 10, даже 12-минутных видео мы получаем такие истории подосматриваемости. Со школьниками другая совсем история. Вот те академические материалы мы в результате сменили другим онлайн-курсом, где короткие 10-минутные ролики, в которых объясняются там отдельные практики на основе мнемотехники. И вот после этого мы получили не по тысяче просмотров на видео, не досмотренных до конца, а по 120-150 тысяч просмотров на одном видео по украинскому языку. Это сейчас самый массовый продукт в украинском сегменте по украинскому языку получился в результате. Но для этого пришлось полностью перестроить все для пользователей. Отойти от академизма и начать делать динамичные ролики, которые конкурируют с тем, что дети могут посмотреть на YouTube в принципе. Не только с образованием в школе или где-то, еще этого недостаточно. Мы боремся за их время. И это нужно помнить, что выходя в онлайн-обучение, мы боремся не только с традиционными местами обучения, мы боремся за время людей, проведенные в интернете. Если они смотрят школьники, например, динамичные, классные ролики, блоги и так далее, им уже чуть-чуть скучно смотреть, ну не чуть-чуть, им просто бессмысленно давать 20-часовой академический курс, где грустный учитель начитывает монотонно книгу. Они такое смотреть не будут, и такой контент поживет еще может пару лет, но я вас очень прошу и не делайте уже такой контент. То есть это не очень имеет смысл на такую цельную аудиторию. Вот. Собственно, с этой небольшой длительностью видео, то есть недостаточно взять там часовое видео, порезать на шестиминутные части и сказать, о, ну теперь все досмотрят до конца. Это может как-то и поможет, но тем не менее целая методическая парадигма, которая заложена за этим, она не совсем о том, что нам нужно просто взять и разбить материал. Она называется microlearning, то есть микрообучение. Что это такое? Собственно, это деление контента на части, но не безумное деление этого контента на части. Каждая часть, во-первых, это законченная мысль. То есть, понимаете, если нам нужно теперь делать лекции онлайн, то это как бы изменение целого педагогического дизайна определенной лекции. То есть, это действительно сделать так, чтобы каждая эта тема по отдельности была закончена. Дальше у этого части есть три собственные этапа. Первый это force out phase, сейчас про каждую расскажу. Вторая performance phase, третья self-reflection phase. Первая force out phase. Это, собственно, фаза стратегичности. То есть, это тот этап, когда мы рассказываем человеку, что именно и как он выучит, и зачем это ему. Собственно, даем вот эту самую стратегичность в начале. Performance phase непосредственное обучение. Это может быть видео с интерактивными какими-то вставками, сервисы для делания интерактивных видео, кому интересно, я скинул. У нас там есть пример, когда оно устанавливается, спрашивает, что дальше, ты нажимаешь, идешь дальше и так далее. Все существует, вот, непосредственная фаза, в которой ты учишься, и self-reflection phase в конце. Это тот самый, например, небольшой тестик, чтобы ты закончил мысль, закончил блок этого задания, блок этого micro-learning части. Вот именно так научно определяется микрообучение, что у него есть третья фаза и необязательная. Вот, ты получаешь этот небольшой прогресс, ты эту концепцию заложил и поехал дальше. Поэтому как бы не просто поделили на 6 минут, а пытаемся добавить туда все эти три фазы и чтобы это была законченная нормальная мысль. Вот. Чуть-чуть еще о тестах. Это очень интересный там скриншот из одной статьи, которую мы писали на Хилте, вот это гарвардская инициатива Learning and Teaching, там обязательно вы найдете исследование о тестах. И это пример исследования, которое показывало. Зелили студентов на несколько групп, вот, и одним сказали, типа, вот у вас будет 16 заданий, ой, 16 тем, после них вы получите 16 тестов просто, то есть в конце. Второй сказали, типа, 4-4-4-4-4, то есть 4 темы проходите, 4 задания получаете, 4 темы проходите, 4 задания получаете и так далее. Вот. А третьей группе сказали, там, каждые 2 темы, 2 задания сразу после них. Это о том, нужны ли промежуточные тесты. В общем, если коротко, то есть вы пройти исследование сможете почитать на Хилте и так далее, но если коротко, то тестирование сразу промежуточное после каждого этого Micro Learning кусочка увеличивает усвояемость материала в долгосрочной перспективе. То есть в краткосрочной вот этим вот нахрапом все выучить, как перед экзаменом все подходит в целом. Вот. А через 5 минут, если мы взяли и стрелили знания. Вот. А через неделю уже ситуация совсем другая. Но что интересно, есть там еще одно исследование, которое не добавлено на этих слайдах, но там тоже проверялась и история промежуточных тестов и финальных тестов. В общем, финальный тест по всем темам в конце, он выполняет тоже важную функцию. Он выполняет функцию пересматривания материала, который ты изучал, и выявления своих белых пятен. Вот. И повторение того, что ты, например, не выучил. Поэтому мы рекомендуем делать как промежуточные тесты, которые выполняют функции, во-первых, того, что человек чувствует все время свой прогресс. Они также закрывают этот микролернинг кусочек. Вот. Помимо этого они обозначают там то, что ты усвоил и являются моментальной обратной связью, которая необходимо, что мы с вами рассмотрели раньше. Вот. Но помимо этого добавлять и финальный тест, который выполняет свою роль в виде выявления белых пятен на протяжении обучения. очень классная у нас есть серия статей, опять-таки, к сожалению, на украинском языке, на одном из наших самых популярных изданий, онлайн-изданий AINUA, вот, который там посвящен IT-технологиям и так далее. Вот это четыре статьи, которые мы туда писали касательно гимнификации. Мы очень много это изучали. Вот. Но если так разложить на части, что это такое, в общем-то, гимнификация, это применение игровых методик в неигровых задачах. То есть, обучение это как бы оригинальный неигровая задача, но, тем не менее, так как люди любят играть в игры, почему бы не взять принципы, которые заложены при игре в игры и не распространить их на обучение в том числе. И, собственно, можно выделить четыре основных момента, которые присутствуют в играх и заставляют нас в них играть и увлекаться ими. Вот. Первое – это баланс сложности. Если задания из раза в раз слишком простые, то человеку становится неинтересным, потому что он не чувствует своего прогресса. Если задания сразу слишком сложные, он демотивируется и думает, что он не способен дальше играть, проходить и так далее, учиться. Вот. Вот это, собственно, принцип, который построен, лежит в основе грамотного построения заданий на протяжении курса. Второе – право на ошибки. Тоже очень важный момент, потому что мы привыкли к тому, что традиционной школе его мало, но в игре можно сохраниться, загрузиться и так далее. Именно то, что у тебя есть право на ошибку, не позволяет тебе просто бояться всю жизнь выходить и бороться с каким-то монстром, финальным боссом и так далее. Ты знаешь, что там, ну, в целом ты выживешь, то есть, ты вернешься, если что, обратно, на крайний случай, но у тебя есть много попыток попробовать победить этого босса. И с этим связаны там тоже какие-то определенные попытки в тестированиях в онлайн-курсах. Очень редко, когда вы найдете онлайн-курс, где всего одна попытка на все задания. Вот это право на ошибку очень важная часть, которая должна быть. Моментальная обратная связь. Интересный факт. Когда запускался MATX, вот эта вот платформа с первым курсом в виде МООКа, у них даже появились мерч, всякие футболки, кофты и так далее с зеленой галочкой, которая олицетворяла счастье и удовольствие студентов от того, что они заполняют задание какое-то и сразу же сходу получают зеленую галочку. Такой маленький дофаминчик, моментальный. Вот эта моментальная обратная связь, насколько бы это банальным не казалось, но именно вот эта вот часть с моментальной обратной связью очень качественно сильно выделила онлайн-обучение на фоне там традиционных методик, когда срезы знаний там не происходят быстро, когда нужно ждать результатов и так далее. И это тоже классная основа того, почему нам нравятся игры, потому что каждое наше действие сразу же вызывает определенный отклик. Вот. И касательно вот этой моментальной обратной связи тоже поэтому важны настолько эти промежуточные тесты. Мы опять-таки возвращаемся к тому, что вот это вот тестирование, выполнение заданий по ходу работы, это очень важная часть. Ну и отслеживание результатов страницы прогресса, понимание, где ты находишься, на каком пути, что этот путь не бесконечный, то есть опять-таки ты понимаешь, где-то там есть финал, вот, видишь его, он ощутимый, это тоже, безусловно, очень важная часть из гимнификации. Собственно, тот мною расхваленный гарвардской инициативой просто заходите на их сайт и там огромное количество материалов, о которых я мог бы рассказывать, наверное, еще лекции три, то есть от таких вещей, как если нарратив подан от лица к лицу, как бы, а не пассивными оборотами, как это принято часто в учебниках, то усвояемость там растет, и это прям проверено на нормальных фокус-группах, на хороших исследованиях. Также там проверено, как влияет вот эта вот разбивка на микролернинг кусочки на усвояемость материала, как влияют тесты. Эти все истории там есть, тщательно исследованы, поэтому это прям, кто не знал об этом прекрасном ресурсе, вот, мне кажется, это чуть ли не главная польза от этого вебинара, это то, что вы теперь о нем знаете. Но в конце как бы этой лекции, которая рассказывает в принципе об эффективности обучения и так далее, и каких-то основах методических, вот, хотелось бы еще обозначить нам последние финальные истории, то есть, что очень важно идти действительно целевой аудитории ключевых показателей, а не от того, что мы хотим создать онлайн-курсы. Вот, это классное желание, но в таком-то формате. Это классное, приятное желание, особенно нам оно подходит, потому что мы помогаем, собственно, создавать онлайн-курсы, но очень важно понять, какие пользовательские привычки у вашей целевой аудитории, как она может учиться, сколько времени она может на это выделять и что вы хотите достигнуть в конце концов. У нас, когда мы начинаем со всеми работать, у нас есть так называемый профайл, который мы кидаем сразу партнерам и чаще всего они эти места не до конца хорошо могут заполнить, вот, мы с ними уже начинаем там более глубокий ресерч и МОКИ, понятно, не панацея и единственный формат, вот, то есть очень важно обращать внимание на то, что это действительно так и не все курсы должны выглядеть как сидящий человек за столом, который просто там 40 часов что-то рассказывает, как у нас принято почему-то воспринимать часто МОКИ, вот, то есть МОКИ в плохом смысле не панацея, в хорошем принципе тоже, но это важно обращать внимание, что форматы могут быть разные, вот, итеративно быть готовым к изменениям, особенно если вы работаете с какой-то новой целевой аудиторией, особенно если для вас какой-то новый продукт образовательный, у нас случались моменты, когда, казалось бы, супер заходящие и важные вещи совсем не заходят, и вот как со школьниками этот пример прекрасный, потому что мы запустили вроде как супер нужную вещь, которой не было в украинском сегменте, вообще интернета, этот курс по украинскому языку, и просто поменяв форму, вот, мы вырастили аудиторию сотни раз, вот, поэтому быть готовым менять все как по содержанию, так и по форме, и пробовать, 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 но это в принципе относится к какой-то бизнес-логике, что мы итеративно пробуем, получаем обратную связь, меняем, пробуем и так далее. Ну и да, последнее, что я успел сказать, что академическое изложение материала онлайн не выстоит конкурентную борьбу за время пользователей, и это правда, попытка просто ретранслировать какую-то книгу или офлайн-лекцию или видео, это не есть качественное онлайн-образование, и за этим, собственно, уже вряд ли будет будущее. В принципе, формата такого моков, я думаю, не так много в целом осталось, и он явно будет трансформироваться. На этом сегодняшний вебинар, надеюсь, который вам был интересен. Я жду ваших вопросов, мне можно писать также в Facebook. и онлайн- absorbs ao,